И я начну, возьму быка за рога. Вот я вчера сказала в коде доступа, что у меня такое ощущение, что наступление приостановилось. Точнее, что значит приостановилось, что заложный увидел, что очень хорошо сделана российская оборона, и что он не собирается, как там, я не знаю, Георгий Константин Жуков, переть на эту оборону, теряя гигантское количество солдат, он будет заходить с другой стороны, с другой стороны, пробовать. Но самое главное, что мы увидели, это мы увидели, что российская армия закопалась хорошо, ей дали год, чтобы закопаться, она закопалась. И, соответственно, вот то наступление 20 века, которое союзники предложили осуществлять в СССР, но заложный, по крайней мере, в том виде, в котором его предполагали, вряд ли будет осуществлять, хотя он, как боксер, который прыгает рядом, будет, естественно, смотреть, что можно сделать, как можно вынудить противника раскрыться, какие новые вещи можно сделать. Вот самый простой вопрос. Нет ли у вас ощущения, что наступление приостановлено? Ну, не в смысле, в смысле, что заложный приостановлено? Ну, тут дело в терминах. Кто что имеет в виду под вопросом наступления и вообще приостановлено. Движение приостановлено, и оно не начиналось, опять оно не проостановлено, не начиналось еще движение на прорывы. То есть прорыва, как таковых, не было. Две недели, которые даются, согласно науке военной, полторы-две недели на формирующие операции. Вот они две недели прошли. Уже понятно, эти формирующие операции, которые были, зондирование, так называемое, противника по всей линии фронта сейчас сошло на такие локальные участки, локализировано, можно так сказать, где-то на 5-7 участков, которые есть для локализации и подготовки к дальнейшим прорывам. Это Орехов, это все видят прекрасно, идут очень жесточайшие бои именно в Орехове. Именно туда перебрасывают основные наши силы, те, которые оперативные резервы, которые нужны для выполнения таких задач. Для нас это очень выгодно, как нам выгодно работать в районе Орехова, так в Орехове, так россиянам выгодно, допустим, работать в районе Купенска или Кременной, так как плечи доставки военной амуниции короткие. Нам с Европы легче везти до Орехова, а россиянам легче ехать до Кременной. Короче. Естественно, мы вытаскиваем российские войска на Орехов сейчас. Это очень грамотно, заложено это делать, очень правильно. Россиянам приходится выезжать на Орехов, ну то есть двигаться плюсом так 500 километров как минимум. И в Орехове происходит самая большая утилизация российских оперативных резервов. Причем даже, ну говорят, что стратегические резервы подтянули россияне. Но я бы не сказал, до сих пор те части, которые расположены километром за 100 и были расположены, они пока не сильно двигаются. Они так и это те стратегические резервы, которые он удерживает пока еще для наших прорывов. Он сейчас жжет в районе Орехова те стратегические резервы, которые у него были в районе Херсонского направления перед взрывом этой самой плотины Каховской гидроэлектростанции. Вот эти стратегические резервы, там несколько десятков тысяч, он их перевел, Герасимов перевел в оперативные резервы, и бросил их на линию фронта на удержание наших войск. Вот их сейчас заложный перемалывает в районе Орехова, также в районе Великой Новоселки, там еще одна локация. Но с Новоселки вряд ли будет какое-то наступление, это просто выступ, который мешает наступлению с Гуляйполя на Бердянск и с Углидара на Мариуполе. То есть это выступ, вклинение в нашу линию обороны. Но пока мы его не срежем, нет смысла двигаться, так как фланговый удар, он может быть такой опрокидывающий. То есть сейчас продолжается такая формирующая операция, можно так сказать, по формированию линии фронта между Ореховым, между Углидаром и Гуляйполем. Она еще может быть затянется до начала июля. Ну, все будет зависеть от того количества резервов, которые бросит Герасимов. Лучше бы он... Ну, что делает заложный? Заложный сейчас пытается выдавить из Герасимова задействование стратегических резервов, чтобы он начал подтягивать вот эти 100 километров, те, которые сейчас находятся за 100 километров от линии фронта, подтянул ближе на третью линию обороны. А для того, чтобы он их подтянул на третью линию обороны, надо выжечь первую, для того, чтобы вторая линия обороны подошла к первой, а третья подошла на вторую. Вот тогда Герасимову придется перебрасывать со 100 километровой глубины на 30-ти километровую глубину, ближе к линии фронта. А там уже сможем это все достать артиллерией. И вот то, что сейчас занимаются на Запорожском фронте, именно вот этой задачей в районе Ореховой, в районе Великой Новоселки. Донецкое направление чуть другая там ситуация. Район самого Донецка, Маренко и Авдеевка. Россияне пытаются вот уже пятый месяц, чуть ли не с начала января, они пытаются отдавить наши войска, выдавить наши гарнизоны с Авдеевки и с Маренки на 30-ти километровую дальность от Донецка. Не получается, мы сейчас контратакуем, причем по Маренке тяжелейшие бои практически линия фронта, там она зависла, она в середине Маренки где-то две трети у россиян, треть у нас, они уже разрушили практически до нуля, но тем не менее украинские войска держатся, особенно за счет батарей, которые расположены на высотах чуть западнее, в сторону Курахова. В Авдеевке ничего не получается у россиян, там хорошая линия обороны, Кондова еще, которая 10 лет, уже наверное с 2014 года она отстроена, они так ее не обойти не могут, не взять не могут, а по некоторым позициям наши войска там уже отбили некоторые высоты для улучшения своего положения, по северу Авдеевки, по югу в сторону Дапа. Бахмут отдельно стоит, полностью отдельно от всей линии фронта, там продолжается та операция, которую начал Сырский еще в начале мая, то есть она уже где-то месяц идет как минимум. Положительная динамитка, также через Берховку идем на развязку, в сторону Красной горы, на Клещевку отжимаем россиян с юга Бахмута и идем уже на Курдюмовку, это уже на Горловку общее движение, клевер такой в районе Бахмута. И вот последнее время началось такие неплохие, опять же с положительной динамикой действия, по возврату россиян обратно в леса Кременной. Вот последние несколько дней мы уже опять загнали их обратно в лес, потому что они вылезли с этих Кременских лесов за счет техники, тяжелой техники. Сейчас мы ее повыщелкивали, хорошо отработали и авиация, и артиллерия, и разведка наша хорошо отработала по Кременной. Загоняем их обратно, и я думаю, там плацдарм будет дальше двигаться в обратную сторону. Реверсивное движение фронта в районе Кременной. Вот эти локации, которые есть по линии фронта, но задача у них совершенно у всех разная. У Донецкого фронта в основном задача удержаться, расшириться, особенно в районе Бахмута, удержаться на Донецком направлении, расшириться в районе Бахмута, и загнать на Луганском направлении россиян в Кременную, ну а дальше уже решать, ждать, по крайней мере, команды на прорыв в районе, наверное, Лисичанска все-таки. Оптимальный вариант по правовому берегу, на Лисичанск, Сиверска. Ну а задача по Запорожскому фронту, почему все думают, что что-то там где-то подзависло, я бы не сказал, что зависло. То есть вот эту задачу по перемалыванию оперативных резервов россиян, причем у нас использовано где-то до 10%, а это где-то такие цифры всегда и есть, 10% выделенных сил, средств для выполнения наступательных операций, для формирующих операций выделяется. Вот около 10% выделенных они работают на запорожском направлении, причем в районе, в основном в районе Ореха. И сколько это будет продолжаться, ну, будет зависеть от того, как использовать будут резервы Герасимов. Если он введет в бой стратегические резервы, то есть перебросит их со 100-километровой глубины на 30-километровую, на третью линию обороны, если он их туда перебросит, то быстрее перемирятся они и начнутся наши прорывы. Для чего надо сорвать эти стратегические резервы? Для того, чтобы было понятие такое, как оперативный простор, это там, где нет войск российских. Вот если сейчас, допустим, прорваться, вот, допустим, на каком-то там, на Гуляйпольском направлении, или, допустим, с Углидара, вот пробили мы эту линию обороны, рванули на Волноваху, пробили, решили вопрос вроде как, и тут, здрасте, с Мариуполя тысяч, так, 40 стратегических резервов в лоб и перемалывают наши прорывающиеся части еще и далее. И получится генерал Паулюс под Сталинградом? Точно, один в один. Вот вы сейчас как раз это правильно привели. Вот это получится как под Сталинградом. Потому что, чтобы этого не получилось, будем перемалывать сейчас на нуле, можно так сказать, там, на первой линии обороны россиян, потому что мы ее все-таки смяли практически везде по запорожскому направлению. Первая линия обороны смята, сейчас вторая линия обороны подтягивается. И вот за эту первую смятую линию обороны сейчас идут бои. Но они уже подтягиваются второй линии обороны резервы, а с третьей подтягиваются ко второй. Вот то, что сейчас происходит. Сколько это будет происходить, ну, это бы, еще раз повторюсь, это уже будет зависеть от Герасимова. Причем опять вилка. У Герасимова вилка. Либо он использует свои стратегические резервы, перебрасывает их на третью линию обороны и начинает их сжечь. Тогда это будет дольше. Это может затянуться и на месяц, это перемалывание стратегических резервов. Если он не их не бросает, то мы перемелем первую, вторую линию обороны, третья будет голая. Тогда пойдем однозначно, пойдем на прорыв, только это уже будет не прорыв. То есть мы просто пойдем. Там не через кого будет прорываться. Они все умелятся на нуле. И дальше пойдем просто в движении на встречу с этими стратегическими резервами, где они там будут располагаться. Причем отрытые линии обороны, если взять, посмотреть даже тот же Дипстейт, но не Дипстейт, а вот эти снимки космические, со спутников, которые есть. Так там линия обороны с Мариуполя идет вертикально, с севера на юг, с Волновахи до Мариуполя. Они уже открывают линию обороны, прикрывать Донбасс, не Запорожский фронт, а вот именно развернули. И вот посмотрите, если увидите, вот очень, кстати, хорошая линия обороны, хлопцы передают, оттуда партизан много там, передают, что самая лучшая линия обороны, они как раз отрыли от Волновахи до Мариуполя, с севера на юг, а не с запада на восток. Ну, то есть, они могут просто уже удерживать, пытаться удержать Донбасс и Мариуполь, пытаться удержать вдоль этой трассы. Там трасса идет с Донецка до Мариуполя, Донецк, Волноваха, Мариуполь. Мой друг ее, кстати, ложил в свое время, Александр Кисленко, это фирма Альтком. То есть, хорошо знаю, это помогал, хорошо знаю эту дорогу, и, естественно, прилегающую слева-справа, то есть, и они ее отрывают. Причем сейчас начали усиливать от Донецка до Волновахи. Начинают еще одну линию обороны отрывать от Донецка до Волновахи, а с Волновахи до Мариуполя она уже готова. То есть, вот они, где могут стратегические резервы потом развернуть и уже удерживать. То есть, Герасима уже и на это, это он примерно планирует. Ну, посмотрим, как... Сейчас все, получается, зависит от Герасимова. Залужный его выставил на вилку, и вот из этой вилки будет понятно, куда двинет Герасим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok